Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Первая студия». Мы комментируем наиболее важные и интересные события в жизни нашей республики. По традиции я назову темы и представлю наших гостей. Итак, 23 января Владимир Путин провел заседание Попечительского совета Московского государственного университета. Большую часть своего выступления глава государства посвятил вопросам качества образования в российских вузах. Поговорим на эту тему и мы. У нас в студии из Ригова Татьяна Александровна, проректор Дагестанского государственного аграрного университета, профессор, эксперт Рособорнадзора. Татьяна Александровна, добрый вечер, добро пожаловать к нам в студию. Следующая тема, вторая тема. В минувший четверг состоялась очередная сессия Народного собрания, на которой наши депутаты обсудили вопрос развития транспорта. У нас в студии Магомедов Касум Абдулаевич, начальник управления Министерства транспорта и дорожного хозяйства нашей республики. Касум Абдулаевич, добрый вечер. Итак, начнем с первой темы. Татьяна Александровна, известно, что попечительский совет в МГУ не первый и не последний орган, который обсуждает тему качества образования в наших российских вузах. Сегодня, наверное, совершенно очевидно, что никакими директивами из центра эту проблему не решить. Только вуз, только профессорско-преподавательский состав, только администрация конкретно взятого вуза действительно, наверное, сможет и должны заниматься вопросом качества образования. Ваш вуз, наш аграрный университет, основан в 1932 году. Он является очень уважаемым и одним из старейших вузов нашей республики. И, конечно же, очень интересно узнать, как у вас поставлена эта работа. Волнует ли вас тема качества образования? Как часто вы обращаетесь к этой теме? Пожалуйста, несколько слов. Спасибо. Ну, конечно же, качество образования на сегодня волнует всех и каждого. Тем более, такой старейший аграрный вуз, наш Дагестанский аграрный университет. Под качеством образования мы понимаем совокупность тех требований и характеристик, которые на сегодняшний день предъявляются к выпускнику. Я бы сказала, что качество образования, можно сказать, на сегодняшний день напрямую связано с востребованностью выпускника на рынке труда. И можно так сказать, что вообще качество подготовки специалиста, чему у нас в вузе тоже уделяется огромное внимание, на это влияет три составляющие. Первая – это фундаментальная подготовка школьников, то есть те люди, те абитуриенты, которые идут к нам, какой у них багаж знаний, какой у них фундамент. Чем глубже и больше этот фундамент, тем, естественно, образовательный процесс будет проходить более качественно, более спокойно. Второй аспект – это, можно так сказать, ресурсы образовательного процесса, к которым мы можем отнести этот кадровый потенциал обязательно. Потом это технологии, это образовательные программы, которые реализуются в вузе. Те технологии, включая инновационные технологии, которые находят все большее распространение как вообще по всей стране в вузах, так и в нашем университете. Также создание электронной образовательной среды, что является очень важным процессом в подготовке высококвалифицированных специалистов. И, естественно, вся материально-техническая база, без которой на сегодняшний день невозможно вообще проведение ни учебного процесса, ни научных каких-либо исследований. И третья составляющая, то, что я говорю, подготовки качественного специалиста является это востребованность на рынке труда, то есть тот результат, который мы получаем вообще в результате всего нашего образовательного процесса. И в нашем тоже университете, как я уже говорила, ведется целенаправленная работа по подготовке высококвалифицированных специалистов. Она заключается, первое, это в качественной подготовке самих образовательных программ, тем более вот сейчас мы уже приступили к подготовке к аккредитации. Аккредитация – это процедура, которая подтверждает качество вообще образовательной деятельности вуза. К нам приедут эксперты из Рособранадзора, которые будут проверять, насколько качественно идет процесс в нашем университете. Значит, сейчас весь профессорско-преподавательский состав занят именно подготовкой к этой процедуре. Далее, в вузе для того, чтобы выпускать высококвалифицированных специалистов, естественно, вводится такое новое, то, о чем говорил Владимир Путин как раз в беседе с попечительским советом в МГУ, о дуальном образовании, о практикоориентированном образовании, о том, что вот наши студенты, например, как это в вузе у нас, я на примере своего вуза расскажу. Значит, у нас в вузе тоже вводится система дуального образования, где студенты, начиная с первого курса, проходят практику на производственных предприятиях. Значит, у нас имеется очень много филиалов вузов, где студенты, например, по каждому направлению, по каждой специальности заключаются договора, и на основе их студенты, значит, проходят производственную практику там, и далее уже, естественно, они могут это внедрять. Проводится также параллельно и научно-исследовательская работа. Татьяна Александровна, следующий вопрос по контролю качества образования. Как вы у себя в вузе контролируете качество подготовки молодых специалистов, качество обучения? Прошу вас. Ну, контроль качества образования идет на всех этапах подготовки специалиста, естественно. Это, значит, он включает текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию. Значит, это зачеты, экзамены, да, это обязательно, конечно. Вот, значит, по результатам сессии обязательно у нас в вузе проводятся советы факультетов, где деканы, значит, выступают с отчетами по успеваемости, естественно, и предлагают меры по улучшению и повышению качества образования. Вот, потом это обсуждается еще на ученом совете тоже и университета, где уже сам Зайдзин Магомедович докладывает, и, значит, обсуждаются вопросы и меры по повышению качества образования. Так, по научной работе, пожалуйста, вы хотели несколько слов сказать. По научной работе. Значит, студенты, естественно, для формирования полноценной личности студента обязательно в вузе должна проводиться и научно-сельская работа. В эту работу мы вовлекаем наших студентов. Они участвуют у нас на всех конференциях международного, всероссийского, регионального уровня. Значит, участвуют в грантах, проектах. Вот, например, очень часто мы, до последних 5 лет мы подготовили порядка 80 проектов нашими студентами подготовлено. Из них 20 проектов выиграны. Вот эти гранты, они дают возможность далее реализоваться нашим студентам и даже воплощать какие-то первые бизнес-идеи. То есть могут малое предприятие небольшое организовать. Вот выигранные два гранта послужили фундаментом для развития малого инновационного предприятия. Значит, это наша сыроварня, значит, где она уже является школой сыроделов, которая имеет право подготавливать специалистов по, значит, технологиям производства французских сыров. И там тоже наши студенты, значит, проводят свои научные исследования, выполняют гранты, проекты и проходят учебно-производственную практику. То есть, я так понимаю, вы стараетесь всех студентов вовлечь, да, увлечь научные работы с тем, что они проводили какие-то селекционные измерения и так далее, и так далее, да? Все это, безусловно, интересно. А вот скажите мне, осуществляется ли в вашем ВУЗе независимый контроль качества? Вот что такое независимый контроль качества? Есть ли он, нужен ли он, вот с вашей точки зрения, независимый контроль качества? Это, конечно же, осуществляется, значит, существует специальный систем, например, высшая школа экономика постоянно проводит мониторинг ВУЗов, на которых, значит, там есть специальные показатели качества, которые, значит, по ним проводится рейтинг ВУЗов. Это показатели ППС, да, это публикации в научных изданиях, ну, там очень много показателей. Потом по трудоустройству выпускников как раз-таки идет основным показателем. Научно-исследовательская работа, значит, средний балл ЕГЭ, то есть те абитуриенты, которые к нам поступают, какой у них средний балл и так далее. Вот по этим показателям ВУЗ проходит мониторинг, и, значит, проходит он или нет, если он не прошел все критерии, там пять критериев, если он, значит, не прошел все критерии, значит, он малоэффективным ВУЗом считается. Ну, на самом деле, один из основных критериев, если выпускники востребованы, если есть работа, если их берут на производство, то это, в общем-то, лучшее свидетельство того, что, в общем-то, качеству уделяется должное внимание. Вернемся к совещанию в МГУ. Вы знаете, там выяснилось, я не знал, на самом деле, что Путин, оказывается, является председателем пропечительского совета МГУ. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о том, если в наших дагестанских ВУЗах появятся пропечительские советы? Ну, я считаю, что это будет очень хорошо, потому что пропечительские советы, они как бы вносят какие-либо инвестиции, да, в развитие научной базы, в развитие научной базы, материально-технической. Это нам было бы как раз очень своевременно, очень большая помощь, потому что, как бы, ну, сейчас уже, как сказать, мир науки настолько востребован, такие существуют высокие технологии. Вот есть национальный проект, значит, согласно которому необходимо развивать цифровое сельское хозяйство, цифровую экономику. Но для того, чтобы воплощать эти проекты в жизнь, у нас, естественно, не хватает материально-технической базы, то есть, конечно же, такой поддержки. Да, это было бы, конечно, интересно, если разработать специальное положение, если каждый вуз, значит, сформировал бы у себя попечительский совет из числа наиболее успешных своих выпускников, да, может быть, республика направила бы своих специалистов. Дело в том, что действительно, попечительский совет, он может и контролировать качество, он может смотреть внимательно за циклами образовательного процесса, за тем, как идет научная работа, и, конечно же, то, о чем вы сказали, члены попечительского совета могли бы инвестировать, да, закупать дорогостоящие лаборатории, которые очень-очень нужны в наших вузах. Поэтому, конечно, было бы очень неплохо, если бы все наши дагестанские вузы, значит, у себя... Вели такую практику. Вели такую практику, как попечительский совет. В самом начале, Татьяна Александровна, вы сказали о том, что ваш вуз, равно как и все остальные вузы нашей республики, конечно, стараются получить наиболее подготовленного абитуриента, да, к себе. Сегодня органы власти нам говорят о том, что в планах 19-го года, в планах 20-го года строительство школ, да, детских садиков. Вот. Нужны учителя, нужны хорошие, квалифицированные учителя. И в этой связи, конечно же, огромная роль принадлежит нашему педагогическому университету. Вот. Сегодня вуз медленно, трудно, но достаточно уверенно набирает обороты. Просто очень хотелось бы вот на нашей программе тоже обратиться к органам государственной власти республики с тем, чтобы помогли этому вузу как можно быстрее крепко встать на ноги, поскольку действительно от того, от того, каких педагогов будет выпускать этот вуз, зависит очень многое, очень-очень многое. Сегодня нам нужны хорошие-хорошие учителя. Я вспоминаю одну историю. Лет 5-7 тому назад, наверное, если я не ошибаюсь, в Чеченской республике, значит, руководители обратились к учителям страны с тем, чтобы они приехали, значит, на работу в эту республику. Ну, не очень многие по понятным причинам. В общем-то, учителя согласились бросить свои, в общем-то, насиженные места, родные города, и так далее, и так далее, друзей, семью, дом, поехать работать. Вот, поэтому нужно растить своих учителей, свои кадры, вот, и будем надеяться, что эта работа у нас пойдет. Так, Татьяна Александровна, вам большое спасибо. Вы высказали свое мнение относительно качества образования по своему вузу, по своему вузу. Ну, будем смотреть за этой ситуацией, внимательно следить за тем, чтобы, конечно, уровень образования в наших дагестанских вузах был на должном уровне. Продолжаем нашу программу. Вторая тема, будем говорить о развитии транспорта. У нас в студии Магомедов Касум Абдулаевич, начальник управления Министерства транспорта и дорожного движения. Итак, Касум Абдулаевич, на сессии Народного собрания обсудили транспортную проблему. Хотелось бы узнать, что об этом думают в профильном министерстве. Пожалуйста. Что касается ситуации в транспортном обслуживании, конечно же, министерство следит за ситуацией транспортного обслуживания в городах, в республике и по городским, и по межмуниципальным маршрутам. Хочется сказать, что организация перевозок автомобильным транспортом, она должна осуществляться в рамках действующего законодательства, конечно же, который регламентирует вопросы работы данного подвижного состава. Ситуация, которая складывается сегодня, она в первую очередь продиктована необходимостью повышения уровня качества обслуживания и, конечно же, безопасности перевозок. Если говорить о перспективах развития, то действующие нормативные акты на федеральном, на республиканском уровне приняты, они полностью направлены как раз на осуществление достижения этих задач, да, обеспечения качественных и безопасных перевозок. Касум Абдуллаевич, ну вот смотрите, мы, журналисты, уже не первый год слышим о желании муниципальных властей навести некоторый порядок с такси и с маршрутными такси, да. Здесь такие вопросы, как налогообложение, безопасность, да. Мы вот много говорили о том, что нужно убрать старые, уже на глазах разваливающиеся транспортные средства, и ваши специалисты с этим абсолютно, значит, соглашались. Вот как эта работа ведется в наших городах? Пожалуйста, прокомментируйте. Сегодня, не буду говорить, что все перевозчики, но значительная часть перевозок осуществляется сегодня в тени. В основном это выражается вне соблюдения трудового законодательства, то есть перевозчик не заключает, соответственно, трудовые отношения, да, с водителями своими. Осуществляется теневая выплата зарплаты, соответственно, есть, как бы, вероятность от того, что уходит от налога в этот перевозчик, да, он не аккумулирует свои средства, соответственно, у него нет возможности обновлять подвижной состав и нет возможности повышать качество предоставляемых услуг. И уж, конечно, какая безопасность, да, о какой безопасности может идти речь, если никакой отчетности практически нет, конечно, да. Скажите, пожалуйста, вот о чем сегодня, значит, говорят в министерстве, вот, мы слышали с вами высказывания главы республики. Каково настроение? Как вы настроены в этом году поставить эту работу? Пожалуйста. Ну, возвращаясь к Народному собранию, к заседанию Народного собрания, как вы сказали, наиболее ярко, мне кажется, отразил ситуацию в перевозках глава республики, который заметил, что сегодня в Дагестане перевозчик, который имеет 70 машин, платит в разы больше налогов, чем перевозчик, имеющий там 500-900, там, я не знаю, транспортных средств. Это и есть реальная картина сегодня в республике, к сожалению, да. Но задача министерства и настроение министерства, конечно же, переломить эту ситуацию. Есть поручение руководства республики, есть поддержка республики, руководство республики в этом вопросе. Поэтому, в частности, если говорить про этот 19-й год, мы будем совершенствовать нормативную базу республики республики Дагестан, приводить ее в соответствии с федеральными нормативными актами и принимать меры по порядочению пассажирских перевозок. Продолжаем нашу программу. Следующий вопрос, Касум Абдуллаевич, это развитие городского общественного транспорта. За последние годы часть троллейбусов и автобусов была закуплена. Это воспринято нашим населением очень хорошо. Мы активно пользуемся этими видами транспорта. Но нужно развивать, нужно покупать больше автобусов и троллейбусов. Нельзя быть заложниками той ситуации, которая возникла в последнее время, когда маршрутники подняли свои тарифы. А мы знаем, что во многие поселки Махачкалы, их 14, другого вида транспорта нет, кроме маршрутных такси. Совершенно очевидна ситуация. Нужно прокладывать новые автобусные и троллейбусные маршруты. Нужно закупать необходимое количество городского общественного транспорта. Пожалуйста, по этому вопросу, какие у нас подвижки? Какая информация? Ну, вы правильно заметили, что республика в 15-16 годах приобрела автобусы большой вместимости, порядка 80 единиц. Это в народе называемые метаны, сегодня обслуживающие несколько маршрутов в городе Махачкала. Ну, перспективы развития общественного городского транспорта, если говорить про автобусы большой вместимости, да, эти автобусы находятся на балансе государственных как раз-таки автопредприятий, о которых я говорил выше. Сегодня, к сожалению, эти предприятия не выдерживают конкуренции с тем подвижным составом, с теми частными индивидуальными перевозчиками, которые работают на микроавтобусах, да, на автобусах малого класса, так называемых «газелях». Вот, отсюда и, то есть, перевозчик индивидуальный, то, что я сказал, он находится сегодня в тени, он не платит те налоги, которые на себе несет само предприятие. Это и земельный налог, это и зарплата водителей, отчисления социальные там и так далее. В связи с этим предприятия сегодня у нас в неравных условиях находятся с этими перевозчиками и без, конечно же, какой-то помощи республике в приобретении подвижного состава, конечно, не обойтись. Ну, министерство на своем уровне прорабатывает с заводами-изготовителями различные варианты приобретения, то есть лизинг, либо другие механизмы, да. Есть некие наработки в министерстве, с которыми мы в ближайшее время будем. Кстати говоря, я слышал мнение от ваших коллег, которые считают, что вот эти автобусы метаны, они слишком большие, неуклюжие, как-то вот по нашим улицам они не так маневрированы, как хотелось бы, да. Нет ли таких мнений, чтобы брать более комфортный транспорт для наших городов? И, конечно, троллейбусы. Троллейбусы – это экологически чистый транспорт. Вот Татьяна Александровна кивает одобрительной головой. Экологически чистый транспорт, он достаточно скоростной. Вот, к сожалению, мы не можем обеспечить в наших городах выделенную линию, да, что очень печально. Но вот если бы это получилось, было бы вообще очень хорошо. Но в любом случае, общественный транспорт нужно развивать, нужно закупать. Да, ну, абсолютно справедливое замечание, да, по поводу этих метанов, то, что они в некотором роде, да, не адаптированы к условиям города Махачкала. Сейчас говорить о том, что с этим делать, так, ну, приобрели, приобрели. Ну, по большим магистралям они могут работать. По большим абсолютно, да. Но они не охватывают большей части улично-дорожной сети города, к сожалению, да. Ну, поэтому мы в своих наработках, мы рассматриваем вопрос приобретения автобусов среднего, малого и среднего класса. Это вполне приемлемо для республики автобусы. Ну, и будем... Так, Касум Абдуллаевич, значит, к вопросу о том, чтобы действительно раз и навсегда убрать с дорог столицы республики, с дорог других наших городов и районов старые, уже разваливающиеся транспортные средства, которые уже выработали свой срок эксплуатации. И тем не менее, каким-то чудом, я не знаю, они продолжают ездить, продолжают, значит, обслуживать население, если это можно назвать обслуживанием. В эти маршрутки, в эти микроавтобусы, в общем, не очень-то приятно и садиться. Там и запахи отвратительные, и, в общем-то, и кресла падают. Поэтому я знаю, что, в общем-то, обеспокоены в этом тоже, но нужно приступать к этой работе. Ну, да, абсолютно правильно. Если говорить об маршрутах и перевозках, которые осуществляются внутри муниципалитета, то есть в городе, здесь справедливо сказать, опять повторюсь, что без дополнительных финансовых вливаний перевозчика обновить подвижной состав просто невозможно. Поскольку сегодня в городе практически 80-90% осуществляется частными компаниями, бюджет республики участвовать, содействовать приобретению транспорта, к сожалению, не может. Здесь основная задача перевозчика, а в этом и проявляется здоровая конкуренция. Кто приобретет новый подвижной состав, кто быстрее, как бы говоря, будет его омолаживать, тот, наверное, больше будет забирать пассажиров. Да, конечно. А без, как я сказал, расходной части, да, эти мероприятия невозможно реализовать. Поэтому, так или иначе, перевозчик должен понести дополнительные расходы, если он заинтересован в качестве предоставляемой услуги. На самом деле, Касум Амдулаевич, у нас действительно сегодня как бы есть две хорошие новости для наших телезрителей, для жителей дагестанской столицы. У нас появился мэр, мэр Махачкалы, Салман Дадаев. Будем надеяться, что в одной из первоочередных, да, своих задач будет именно стоять проблема транспортного обеспечения населения нашего города. Ну и, собственно говоря, пожелаем новому градоначальнику успехов в работе, да. Это первая важная новость. Вторая приятная новость заключается в том, что на сессии, как вы сказали, на сессии Народного собрания Владимир Васильев действительно пообещал навести серьезный порядок в проблеме пассажирских перевозок в Дагестане. Я сейчас процитировал слова главы республики. Поэтому, в общем-то, нужно понимать буквально. Так что у нас нет никаких оснований не доверять обещаниям главы республики. Так что будем с оптимизмом смотреть. Пожалуйста. Да, единственная небольшая ремарка. Глава на сессии это как бы озвучил, что надо, и он будет это делать. Я ранее тоже сказал, что главой дано было поручение министерству вплотную заняться вопросами перевозок, наведения порядка и, в первую очередь, конечно же, легализации этого бизнеса. И поручение было дано с города Махачкалы начать в плане консультирования и оказания помощи местным властям и наведения этого порядка. У вас, у вашего министерства, у вашего управления есть какие-то трудности, есть какие-то сомнения, что вы выполните, не выполните распоряжения главы республики? Вы знаете, сомнений нету. Если бы они были, начинать не стоит делать ничего. Сомнений нету. Сто процентов выполните. Да, мы готовы выполнять установку руководства республики. Но какой будет результат, конечно же, к сожалению, это не работа только Министерства транспорта. Здесь целая цепочка организаций, структур, которые задействованы в этом наведении порядка. Если на каком-то этапе, скажем так, этой цепи будет обрыв, то есть дальше этот посыл не пойдет, как бы говоря, и работа будет провальная. Я, конечно же, говорю о работе контрольных и надзорных органов, на которые в первую очередь призваны, как бы говоря, смотреть, чтобы перевозчики соблюдали те законодательные акты, которые принимаются на федеральном уровне. Насколько мне известно, они работают с вами в тесном контакте. И было сказано также, что вы друг другу действительно помогали. Важен конечный результат. В этом плане у нас, могу проинформировать, в прошлом году было издано распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая возглавляет министерство, в которое как раз входят и органы надзорных, как бы говоря, служб. И эта комиссия как раз призвана заняться наведением порядка в сегменте пассажирских перевозок. На самом деле, тяжелая, трудная работа, тысячи, десятки тысяч транспортных средств, значит, работают в наших городах, это такси, это маршрутное такси, да, пригласить, вызвать, да, поговорить с каждым водителем, это, в общем-то, тоже непростая задача, а ведь за каждым водителем стоит семья, дети, да, нужно сделать так, чтобы не обидеть водителя, человека, который занимается в этом сегменте бизнеса, надо сделать так, чтобы он остался работать и продолжал зарабатывать для семьи деньги, но в то же время ни в коем случае нельзя нарушать российское законодательство и в плане налогообложения, и в плане безопасности. Поэтому я так думаю, что, в общем-то, ваша совместная работа все-таки должна привести к нужному результату. Мы желаем вам удачи. Спасибо вам большое. Татьяна Александровна, спасибо и вам за то, что вы нашли сегодня время, пришли к нам на передачу. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, это была программа «Первая студия». Спасибо вам большое за ваше внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»